Я с большим удовольствием сюда заигрываю стол нашего Блев-клуба, приглашаю писателя Семёна Альтова. Добрый вечер. Здравствуйте. Ну, приятно увидеть вас на московской земле. Вот, я так понимаю, с каким-то визитом... Не скажу. Да. Вот, ну, вы когда в купе закрываетесь, вы куда деньги прячете? Не скажу. Нет, ну вот я вам сегодня подарю такую штуку, и... Вы знаете, вы всегда теперь деньги будете носить на ноге. Верите в это? Ну, об этом все будут знать теперь, и будут меня... Теперь все будут знать, и будут начинать шарить с ног обычно. Давай. Нет, просто у вас будет кошелек, который специально для того, чтобы ездить вот в транспорте, в поездах, в самолете, он крепится на ногу. А какая сумма сюда входит? Ну, суммы там еще пока нету, как бы, вот. Сюда можно денежки, сюда можно мелочи рисовать, документы. Так что, пожалуйста, вот такой вот кошелек с деньгами, но крепить нужно на ногу. Спасибо. Ну, можно на ногу. Такую девушку в ресторан, и когда расплатишь, минуточку... Минуточку, и очень хорошо. Спасибо. Ну, трогательный подарок. Теперь мы... Веришь ли ты, что я сейчас подарю тебе купюру, за которую тебе в любом обменном пункте дадут где-то рублей 56-57? 56-57? А нет такого курса-то вроде. Вот есть такая купюра. Она абсолютно нормальная. Два доллара. Я себя любил, задумываю, что это ручная работа. Вот ты можешь после передачи пойти, два доллара ты получишь сколько там сегодня, 57-58? Так это же редкая штука. Редкая штука. Либо храни. Вот я свою коллекцию оторвал. У меня таких было две, теперь одна. Вторая у тебя. Александр Ильич, спасибо большое. Спасибо большое. Настоящая. Действительно, я не пойду менять. Можно я ее сохраню, потому что курс должен подрасти. Тем более на эти купюры. Тем более. Это нам так кажется. Александр Ильич, пожалуйста, проходите, занимайте место за нашим игровым столом. Лет, наверное, 25 тому назад я работал в Ленинградском доме актера. Может, даже ты это помнишь. Я там был за авторическим отделом, потом там с женащенным сторожем и вышибалой. Абсолютно правда. Это была вершина моей карьеры. А должность одна была? Нет, я постепенно переходил с одной на другую. А классно? Нет, ну там просто уже начинал писать, и чтобы меня не трогали, я ушел, вот вышибал. Короче говоря, еще когда я начинал, я был за авторическим отделом, сижу, у меня был такой небольшой кабинетик, где-то 9, полдесятый вечера, заходит давний мой знакомый, очень респектабельный, помню, шляпу, шар, длинное пальто, модный. Мы очень давно не виделись, он принес бутылку водки, говорит, Сеня, подними с ресторана, возьми закутыш, мы сейчас, я поднимаюсь, спускаюсь, говорю, Володя, закрыто. А уже как бы поздно, все вокруг, ничего, никуда не попасть. И он достает, тогда я первый видел в жизни, кубинские сигары, одну. Он говорит, ну давай вот это как в фильме, выпиваешь и закуриваешь. Я говорю, ну давай. Он раскурил, налил, ну не буду, можно набрать, что стакан, полстакана водки, то есть закуска как бы готова уже, дымится. Мы с ним первый раз, в кино мы видели, как это красиво и элегантно происходит, я пиваю стакан водки, он дает мне, затягиваясь сигарой. И дальше в течение получаса я метался по всем лестницам дома актера, и меня пытались поймать. Вот это был первый опыт американского образа жизни, вот такой. Вот веришь ли ты, что меня в конце концов поймали? Не верю, что поймали. Давайте посмотрим. А что, так подействовало, что ли? Ну, понимаете, затянуться сигарой после водки, ей же вообще не затягиваются. Мы поймали, за 25 лет нам могли бы поймать. Слушай, я поздравляю. Это что, смотрите? Это значит, что правда. Это правда. Что правда, да. Не поймали. Дама, опять рассказываю. Теперь же Анатолий Сеевич. Наверное, вот в возрасте, когда все время хочется говорить, это было, так вот это было не 25, наверное, 50 лет тому назад, когда я, наверное, как и вы все, начинал жизнь в нормальной коммунальной квартире, у нас было 29 человек, и одна семья, самая состоятельная, он был директором базы, они купили телевизор. Первый телевизор, крохотный этот КВН, линза. Одна программа, естественно, по-моему, с 6 до 9 начинало, часа 2-3 у меня было вещание. И вот в 6 вечера все 29 человек, квартиранты, брали стулья, и, по-моему, даже не стучаясь, они просто заходили в квартиру у дяди Коли, ставили стулья, включали, из-за этого там спали, ели, были, не были. И нам все время, помню, маленькое казалось, когда вот эта линточка была, все время хотелось запустить туда рыбок, а это было похоже на аквариум. Веришь ли ты, что в коммунальной квартире у нас было 29 человек? Хитро? Хитро. А вам потом скажут, нет, 28. Я спросил. Ну, ладно, верю. Сейчас мы узнаем. Это, по-моему, для вас тоже неожиданно. А это неправда. А вы поверили? Поверил, да. Ну, все, опять вы выиграли. С вами продальше. Чем угощаете, что это? Да. Это грейп. Да? Да, по-моему. Да, правильно. Это не репка? Нет, нет, нет. Что это дальше? Может быть, шестерочку вытащите, чтобы... Ну, чтобы было. Видите, я не волшебник, но я только учусь. Ну, тогда это у нас анекдот. У меня смешная история была. Она не зачитывается, как бы... Я когда работал с Аркадием Александровичем Брайкиным, я жил в гостинице «Россия». Она тогда была режимной, там жили высоковставленные люди. Просто так туда не войдешь. Охрана была. И как-то вечером мне нужно было встретить одного человека. Так его назовем. Я закрываю номер, коридорный нет. Сам кладу ключ, сам беру из ячейки свою визиточку, спускаю, жду. Вечер, ну, еще так светло, пять минут десять, подходит ко мне кто-то из охраны. Милиционер. Говорит, что вы здесь делаете? Я говорю, я жду человека. Говорит, извините, отходит, пятнадцать, двадцать, тридцать, уже такие сумерки легкие. Подходит человек в штатском. Так внимательно меня смотрит. Говорит, что вы здесь делаете? Я говорю, я жду человека. Он говорит, вы из этой гостинице? Я говорю, там, можно попросить вашу визиточку? Я не гляду, стою, протягиваю. Он, значит, глядя на визитку, так же бдительно на меня, говорит, фамилия. Я говорю, Альтов, имя, Семен, отчество, Теодорович, извините. Этот человек приходит. Я иду по коридору, и когда беру ключ, случайно, мой взгляд, падает на визитку, которую я взял. Я по ошибке взял чужую визитку, там было написано примерно то, что так говорил. Махмуд Ибрагим Казбекович. Но от того, что я был уверен абсолютно, что это я, вот первый случай в моей жизни гипноза. То есть, хотя даже буквы ни одна не совпало. Он сказал, все, извините, ради бога. Так что, когда врешь, главное, быть уверенным в себе, и все пройдет. Квиты, как нам подсказывают, их нужно высаживать. Поэтому надо их будет высадить, не забудьте это сделать. Высаживать из машины? Высаживать в грунт.